Благоустройство общественных территорий в Искитиме в 2018-2022 годах продолжится. От инициативы горожан напрямую будет зависеть, как преобразятся их дворики и скверы. С 9 января по 9 февраля 2018 года в Искитиме ведется прием заявок от горожан по включению общественных пространств в программу благоустройства общественных территорий на 2018-2022 годы. Рассказала на пресс-конференции заместитель главы администрации города Светлана Валерьевна Ковалевская. Ранее в рамках этой программы уже проведена первая очередь благоустройства парка имени Каратеева и принято решение о благоустройстве сквера на проспекте Юбилейном. И мы уже увидим сквер на проспекте Юбилейный через какое-то время обновленным. Но поскольку программа рассчитана до 2022 года, в течение ближайших двух с половиной месяцев нужно будет определиться, в каком направлении город будет развиваться. Развиваться именно в плане благоустройства, именно в плане комфорта. Так вот, начиная с 9 января, на сайте города Искитима такая информация уже размещена, начались процедуры по сбору от населения предложений о том, какие территории они видят подлежащими благоустройству. До 25 января свои предложения можно будет подать на электронную почту администрации города, официальная она тоже есть на сайте, или в молодежный центр, который, собственно говоря, если вы помните, занимался сбором предложений в предыдущую кампанию по выбору территорий, подлежащих благоустройству. Начиная с 26 января будут установлены стационарные урны для сбора предложений. Они будут установлены в ЦУМе. Такая урна появится уже в молодежном центре, в школах 5, в школе 8, в Доме культуры «Октябрь» и в Доме культуры «Молодость». В ящики для сбора предложений можно направить не только свое мнение, но и конкретные идеи по дизайн-проекту, благоустройству предлагаемой территории. Начиная с 5 февраля на улице нашего города выйдут волонтеры, которые будут вести опрос среди населения, и также эти предложения будут учитываться. Сбор предложений заканчивается 9 февраля. После этого образованная при администрации города комиссия проведет подсчет голосов и определит, какие территории будут подлежать благоустройству в ближайшие годы. Как это будет делаться? С простым большинством голосов. Та территория, которая набрала большинство голосов, будет 1, 2, 3, 4, 5. Территории, которые набрали больше всех голосов, будут вынесены на рейтинговое голосование. Что это такое? 18 марта на избирательных участках нашего города, которые расположены в детской и юношеской спортивной школе, в школе 5, в школе 8, в школе 10 и в школе 2 будут открыты пункты для голосования. На этих пунктах будут раздаваться бюллетени. В этих бюллетенях будут указаны те территории, которые набрали большинство голосов. И уже среди этих территорий, которые набрали большинство голосов для вынесения на голосование, будут выбраны территории, которые будут благоустраиваться в первоочередном порядке. В чем особенность этого голосования? В том, что принять в нем участие могут граждане, начиная с 14-летнего возраста. То есть это не только граждане, достигшие права избирательного, тем более, что проведение рейтингового голосования совпадет с выборами президента Российской Федерации. Но и граждане, которые только-только начинают реализовывать свои гражданские права, только-только получили паспорт, начиная с 14-ти лет. Для того, чтобы благоустроена была именно та территория, на которой они живут, для того, чтобы это благоустройство было таким, как они его видят, нужно принять активное участие и в вынесении предложений по отбору территорий, и, конечно, в рейтинговом голосовании, которое, еще раз повторяю, пройдет 18 марта с 8 утра до 8 вечера в помещении тех учреждений, которые я вам назвала.